Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1157, Псалом 48.2. Слушайте сие, все народы, внимайтесь всему, всей живущей во вселенной. И простые и знатные, богатые, равно как и бедные, уста мои изрекут премудрость и размышления, сердце моего знания. За 16 февраля 2019 года. Тут объявление выставляем. Семья, дети, четверо детей, от умершей осталось, муж глухонемой. Дормозите, и все это можно посмотреть будет. Ролики, подробно тут похороны, как были. Желание ли помощь оказать? Вот просили адрес, просили. И вот выставили ему. Вот, Анатолий, братья, кто-нибудь знает, что с сайтом, который наш сайт был у Сергея? Он был аналогичен к истине «Один народ.ру». Он отключен за неуплату. Кто его вел, Сергей Козлов или другой кто? Нет возможности его восстановить. Я отвечаю. Этот сайт был сделан по инициативе Сергея Козлова. Как он мне говорил, я просил его не создавать. Повтор. Он заплатил за создание 300 тысяч рублей. Делали же его программисты из Израиля и Белоруссии. Ключ он оставил у сестры. Код. Там нужно все искать и ради столь больших затрат выкупить. Он не уничтожен, как полагаю. Сергея Парализованного, адресы, все это сообщаю. Ну, а там о царе русском. Почитайте, что говорят. Какой антихрист. Говорят сегодня, так ждут. Об этом Осипов говорил. И, судя по всему, антихриста первые примут православное. У них ждут царя, и его образ, похоже, каким, как святые отцы говорят, какой будет антихрист. Вот так. Прочитайте. Антихрист и грядущий царь. Такое название ролика загрузите по-русски, найдете. Вот. Сверять надо со Словом Божиим. Вот это и Анны говорят. Я не буду считать. Вы его затормозите и прочитайте. Когда такое вот это в Харбине, русская православная церковь, там царя, как прославляли за рубежом. Там выступает какой-то священник и говорит, все хорошо. Вот так. Андрей Горенкевич. Игнатих, значит, этот есть цеголовый, синистский. Один словом, манкурт. Очень противная сущность. Сколько же у вас завистников и врагов? Просто тьма. Но вы их четко по рогам бьете, что треск стоит и звон. Спаси Христос. Слава Христу. И вот сегодня утром я встал. Ужас, сколько зашло наугольник. Какой-то там наугольник 666. Вот сатана. И угрожает. И все, уберите. То есть, чтобы его синистского не разоблачили. Ну, он вылез сам. И хорошо, что он вылез на меня. Из-за чего? Он златоуста стал со всех сторон облевывать. Ну, я, естественно, обязан был за мертвого учителя церкви. Я ничего другого не сделал. Я бы к нему и никогда не подошел. Я один раз только взглянул, как он сидит, как говорит, как губы, как глазами крутит. Я сказал, это исключительно негодный человек. С чем это связано? Не знаю. Мне это положено. Это преступник какой-то. И он ни под каким видом на беседу по скайпу не идет. Никак. И нигде нет. А тут стали на меня скидывать данные о нем. У него за ним такое числится, вот как Калинин Александр. Вот люди, которые ошибаются в людях, не знаю где-то, они не молятся. Господь Тернобу показал. И тот тоже. Такой он там бывал, воскресал, оказывается, убийца. Убийца. Так на этого столько навешано везде там. И изнасилование, и грабеж, и два раза сидел. И боялся бы большого общества, не вылез. Нет. Ну, а тут он на меня кинулся. Два ролика поставил, и говорю, там еще, может, 22 будет, говорят. Ну, что ж, только про лагерь 475 роликов у меня. Это, что ж не брать-то. Ну, все он искажает, врет. Что дети, плохо-плохо, они бы не приезжали, родители бы не отдавали из года в год. В тех лагерях они только хуже делаются. Те лагеря я называл гнойники разврата. А вот сегодня пишут. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Где вы наши данные об Александре Синицком? Кто вам их передал? Так, немедленно скажите имя информатора со всеми его контактами. И удалите всю информацию о Синицком. Передайте всему вашему кругу, чтобы стерли все данные сообщения о нем. Похоже, Став сам пишет это под разными именами. Вы же знаете Геннадия Переверзева. А Виктор и Томенко слышали? Губернатори Алтайского края. Уполномоченные органы с нашим содействием смогут стереть с лица земли, выровнять с землей вашу потеряевку на законных основаниях, как потенциально террористическую секту, насилующую психику детей и угрожающую соображением безопасности и порядку на территории Российской Федерации. Вот этот Шабаш Бесовский был, когда здесь Роман уезжал. Вот они такие, там, Дон, Щелли, там, вся эта нечисть вокруг него колготится, как вот показывает, там, вечера на хуторе Близди Каньки, перепончатые крылья. Сколько их там набралось-то? Ну, обрати их, Господи. Коснись их сердец. Люди, предавшиеся сатане. Ну, секта сатанистов есть. Это точно так же. На Златоустов всю биографию его берет и гноем покрывает. Ну, как же не сказать-то его. Вот церковь православная, это секта, это... И всех там он считает крещение, у пиесятиков получил, переходил там где-то из секты, секту. А то все пишут. Я-то этого не знаю. Это мне накидали материалы. Не хотелось бы тратить столько сил из-за какого-то маленького недоразумения. То есть, о нем я вчера стоял, разговаривали, я сказал. Не ролик отдельный о нем, как он обо мне и прочее. И у меня там хлестчат со всех сторон. А ничего нет, а раз нету, точнее, обо мне. А здесь, значит, точно в цель. Синистский. Сергей Изотов пишет. Отец Игнатий, смотрите расследование о том, сколько денег у Синистского. Судя по всему, не работал в жизни ни дня. Трудь и не дармоед. А одежду каждый день новую и стильную меняет, как будто его большие корпорации спонсируют. Разве у неработающих христианина будет столько денег на бренды? И показывает Сергей Изотов. Вот. Здравия желаю очень. Тут мне присылают ВКонтакте и в мою группу ссылки с Синистским. Где он поносит вас. Послушал один словесный понос и ложь и злоба сатанинская. Спросил у знакомых братьев и знакомых протестантов в Житомире. Кто такой, откуда они? Никто даже не слышал о нем. Ничего как будто такого человека не существует. Что он вообще никогда не жил и не живет в Житомире. Лишь пару человек сказали, что он безработный и сидел в 90-х, будучи наркоманом, за изнасилование бабушки, соседки. Потом в какой-то секте был, но из нее ушел. Больше о нем никакой информации вообще нет. Кто он, откуда и так далее. Застанный казачок, короче. В интернете с ним даже нет ни одной фотографии совместной с кем-либо. Ни одного видео нет, чтобы он с кем-то общался. Ни друзей, ни братьев. Никого у него нет. Это такое чувство, все, что известно, что то, что он наркоманил и надругался на царушку, а потом покаялся, в кавычках. В общем, надо его на чистую воду выводить. Ну, что выводить-то? Господь посмотрит. Хорошо, что он на меня нарвался. Тут он ничего не сделал. У меня все открыто. 14 тысяч роликов, и все открыто. Открыто беседы с людьми, с детьми. Митрополит службу у нас ведет, строим деревню, дороги. То есть у нас все открыто. А один, чтобы где-то появлялся. Вот я специально, я тут чувствую, занятия какие идут. Еще бы я. Это там, где конкретно какая-то тема объясняется. Спросили о человеке сказать. И пишет один, последнее предупреждение, тайная десница. Вот какой-то. Сквайрендакампаса, Яндекс. Больше не произносите имя Синицкого, иначе смертельно пожалеете. Советую вам удалить это сообщение. Вот кого-то задело как. Следующий. Адманистон. Джеймс. Вот какой-то там из-за границы. Это одно и то же. Добрый день. Вы зачем говорите о Синицком, а? Александре. Не надо так. Говорите, что хочешь, но не говори о нем. Мы же знаем, где вы живете. Могут быть проблемы с законом России. Вы уже старый человек, 80 лет. Сердце может не выдержать. Больше слов не будет. Спасибо. Это Джеймс. Take our hand and we will build a new world. Order together. Вот так. Савина пишет. Добрый вечер, Гнатий Лапкин. Вы меня не знаете. Это я всегда говорила всем, что у меня два ангела-хранителя. Ну, два – это зачем? Одного хватит. Сама заходила в церковь. Даже не понимала, почему меня туда тянет. Помню, подходила к иконам и выбирала себе самое доброе лицо. И ему пыталась что-то говорить своими словами. Наверное, это были мои первые молитвы своими словами. А вот дальше судно с отцом Владимиром Головиным. И вот дальше посмотрите, как такой ролик хороший. На нем они очень споткнулись. На отце Владимире. Все абсолютно неправильно делали по отношению его. Тем более, извергать Исана один епископ и не может. Надо три епископа. Минимум три. Извержение Исана. Нарушение за нарушением. Там патриарх. Там патриарх тоже один не делает. Каноны есть. По канонам надо. Епископа, чтобы избежать. Там должно, кажется, 12 епископов собрать все вместе. И вот. Савина пишет. Я сказал, у нас записывается. Можете меня снимать на камеру? Мне бояться нечего. Я родилась в Латвии. И сейчас живу в Италии уже 20 лет. Крещение Фатинья. Светлана. Хотела у вас узнать, можно ли ходить в храмы, где поминает патриарха Кирилла? Можно ли там причащаться? Хотела узнать, что я должна делать. Считать, чтобы познать лучше Христа, Бога. Как спасаться в наше время? Я недавно венчалась в православной церкви. У меня муж итальянец, он католик. Не совершил ли я грех венчаться с католиком? А где венчались? Ну, еще пару вопросов. Венчалась у них. Почему? Зачем? Не надо было этого делать. И ничего дальше не было. Тут у нас одна с католиком была, тут венчались. Развод. Вообще, если честно, я вас немного побаиваюсь. Вы такой строгий. Но понимаю, что вы знаете многое, что вы сможете мне ответить на все мои вопросы. Я заранее приготовлюсь и напишу все вопросы, которые меня интересуют, чтобы зря вас не беспокоить. И мы с вами договоримся, когда я смогу вам позвонить. Мне надо смирить с вами время. У нас сейчас 23-12 часов, а у вас такая разница с Италией по времени. Я отвечу, с Москвой разница у нас 4 часа. Вопросы какие есть? Можно? Нет. Можно. Можно и причащаться в тех храмах, достойно причащаться, чтобы суд не в осуждение. Иван Жарк... Игнатий Тихонович, здравствуйте. В крещении прощаются все грехи. Грех является источником смерти. Какую роль в спасении в таком случае играет таинство причастия? Отвечаю. Иоанна 6,53. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Тут что-то про патриарха там Дмитрий говорит. Ну вот. Прошедший день. Володя тут погреби чистил. Этот ролик загудел. Загудел прямо. Значит, слушают, смотрят. Сегодня я выставил. А этот вот он ролик. Вот я сейчас открою его. Вот тут у нас сегодня. Это сегодня у нас 16-ая, наверное, да? Февраля. Вот что у нас здесь в комнате говорит? Вот пройти нельзя. А то мешки в одно место. Картошка разных сортов. Володя лезет из полгрибы. Вот он я. Ну вот на это вот пошли. Тут пошли. Вот. Какой-то Дмитрий Французов. Ну, это все выдумано. Одним и тем же называется. Тут пишет. Вот. На Синицкого. Это только слухи. Ну, слухи. Значит, ничего и нет. И беспокоиться нечем. Он два ролика против меня поставил. Там по полтора часа. И я же ничего. Претензий никаких. Каких. Перед Богом все. А тут вот 16 ответов. И дальше что? А вот Александр Синицкий, Житомир. Рождение. Первый срок. Первый раз был осужден судом Украинской ССР в 1090 году по краже. Второй раз был осужден судом Украины по статьям Украинского уголовного кодекса против половой свободы и половой неприкосновенности личности. нанесению вреда и здоровью. Из материалов уголовного дела следует перевод с украинского. Гражданин Асиницкий, 72-го года рождения, далее ГР. В августе 1994 года в городе Житомир Украинской области, будучи в состоянии наркотического опьянения, в компании друзей С.А. Войко, 70-го года рождения, и Степанова, 69-го года рождения, ворвался к пожилой соседке, гражданке Зурьевой, 1931 года рождения. То есть это было у него когда? Вот. В 1994 году. В августе 1994. А она с 31-го, 1994, ну, то есть это так. Представившись сыном подруги, попросил хлеба, при открытии двери ворвался, сразу же нанес физическое увечье кулаком по голове, после чего, угрожая убийством, изнасиловал. Вместе со Степаном устроил обыск в квартире, и в это время. Вышел в 2000 году по условно-досрочной, ну, дальше что он сотрудничал с властями, тут, очевидно, это с тюремной администрацией, там закладывал, ну, и проще всего. Посчитайте. Я откуда знаю. Где железобетонные доказательства? Зачем железобетонные-то? Ну, как у Калинина-то. Спасать Русь, Матильдане, и так там фильм поставлен. А когда разобрались, а за ним убийство, так же точно к соседке. Она открыла, ее убили. Два раза сидел за поделку документов. Вот. Вот у нас тут расхождения были с Сергеем Козловым именно по этим людям. И он считал, что они правду говорят, все хорошо. Ну, а когда все открылось, ну, что, с него и спрашивать ничего нельзя. Сергей лежит, что он знает-то там по людям-то. Остальное это ему Господь открыл, иконы рисовал. Ну, вот здесь мы... Я сразу не поверил, что-то я там воскресал, Калинин-то. А там такая бездна, безумие открылась. Ну, и вот это точно так же. С конвейера одну и ту же бумажку. На видео в скайпе с Синицким, публично. Раз. Позарились. Справедливость доказывать. Ну, то, короче, так. Это, видимо, может и сам пишет, а может кто-то французов какой-то опять. Ну, почему он ни с кем не выходит? Его сколько раз везде вызывали, пишут. И я предлагал сразу, когда он златоуста оклеветал. Мерзости такие говорит. То есть он безумный, совершенно безумный. Богохульник. Он же даже у сектантов, ну, это редкость, чтобы такая подлая личность была. Кидается на все, на все православие. Для него это вот языки у сектантов. Это он действительно признает. То есть беснующийся. И ну, тут что говорит, вот сколько. Представитель. Еще не убрано, пожалуйста. Какая антисанитария. Это, то есть дальше уже пошло. Это вот сколько. Ну, ходи. Помягче. И мы показываем, другие тут отвечают. Это сегодня пришли, надо посмотреть. Бывает матерками и кроют, но естественно, что надо убирать. Что на это сказать? Был. Лапкины. Киргизии. Были Лапкины. Ну, что-то такое. Игнатий Тихонович. Специально с ошибками, чтобы не узнали два слова. Ну, и имя. И нигде Е нету. Везде И. А он поставит. ЩЕ с мягким знаком. То есть люди ничем не занимаются. Только грехом. Их поле, заросшее терновником, близко к сожжению. Это пишет в третьей книге Ездры. В последней главе, в последнем стихе. Ездры. Третья книга Ездры. Вот так их занесло. Видимо, деньги получают. Тут пишут, как там целая компания их работает. Это любого могут поносить. Заказ бы был. Но мне только заблокировать пришлось. За последние полгода более семи тысяч человек. Это полдивизии. Я им что, мешаю где-то? Нет. Сквернословят. Безумствуют. Но перед Богом все. Радуйтесь, веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Я молюсь, Господи, не имени им этого греха. Они не знают, что худо творят. Что я больше могу сказать? И в судный день непоминимые безумия, Господи. Ну, а что он поносит? А я благодарю. Награда от Бога. Велика ваша награда на небесах. Вот так на сегодня все.